Всем привет, с вами Дабгай, и мы продолжаем играть за Японией в Кайзер Рай. В прошлой серии мы построили себе какую-то экономику, производство наладили, пооформили опыта. Я вот тут уже потратил его, и мы полностью закрыли ветку. Кроме того, мы себе уже переставили здесь духе на производство и полезный на просто бой авиационный. Так что мы скоро начнем следующие самолеты изучать. Ну а здесь у нас готова высадка, практически готова высадка в Китай. Переставляются у нас генералы, осталось чуть-чуть дней подготовки. Мы сейчас еще армию задеплоим тоже, и будем уже высаживаться. На шаблон он так вот выглядит, я добавил к нему ПВО, поменял пехоту здесь на артиллерии, вышло 26. Я еще думал насчет ПТО, но пока, я думаю, тут танков я не встречу, смысла от него нету. Пойдет просто обычная артиллерия. И потом, когда мы уже будем воевать с более продвинутыми странами, скорее всего мы его добавим обратно. Поехали. Так, мы полностью готовы к высадке. Авиация на позициях. Еще не сильно много у нас авиации. Но мы только начинаем там заводы заполнять. Большая часть завода пошла на как раз таки орудия какие-то, что они все нам очень нужны будут. Флот тоже на позицию, но по факту сюда только подлодки. Наш основной флот я не выводил, он будет тратить очень много топлива. У нас его сейчас не так много. Как бы чтобы лишнее топлива не закупать, пока подлодок от них хватит. Все равно тут флота как бы как такового нету. Но единственное, я решил подождать, пока вот эта война закончится. Сейчас посмотрим, может я передумаю, конечно. Но просто мне потом очень неудобно будет мириться. Наверное, подождем, пока закончится. В общем, решил я сильно недолго не ждать, потому что у нас здесь итибой висит. Которая кончится в начале следующего месяца. Поэтому стоит начать побыстрее. Так что отплываем. Единственное, я наверное выйду в флот на короткое время. Только чтобы оказать бонус в выстке. Вот и оно. Собственно говоря, несмотря на то, что здесь достаточно плотная дивизия. Присутство в воздухе и в амбардировке неплохо пробивают. Да и в принципе она только одна на самом деле. Только одной дивизии против нас маловато будет. Мы сможем пробиться здесь и высадиться. Закидываем сразу сюда всю оставшуюся армию. которая здесь находится. И вот эту вторую. Также сюда. В другом направлении. И сейчас мы начнем захватывать цинь. Занимаем мы Пекин без сопротивления практически. И здесь немножко дивизии. Но в самом Пекине нету. Да, вот он и пал. Еще мне приходится позаниматься стратегической бомбардировкой ради Warscore. Чисто. Потому что иначе нам здесь может не хватить ворскора. А бомбардировки дают Warscore очень сочно. У нас здесь проблема с засухой появилась. Очень неприятная. И мы можем попросить правительство, а можем заставить им передать нам, я так понимаю, рис или что? Еду. Кажется, нам нужно заставлять, иначе они скорее всего откажутся. Ну да. Мы чуть-чуть этот дебаф уменьшили. Но наступление у нас развивается очень неплохо. Решаю также сразу бить войну и вот этой стране, с которой воюет и цинь в данный момент. Чтобы границы двигались и не создавалось каких-то вот этих вот границей между. Ну и плюс, чтобы сразу капитулировать их и делить с ними Warscore. Война у нас перешла в более статичную фазу, поэтому мы немножко перегруппироваемся сейчас. А правильно, на западе тут начинается вторая мировая. И сразу она начинается одновременно с падением и Германии, и Франции на Германию. И Франции, и России на Германию. Смотрим, что там будет. И Австрия сразу же вступается. А в Африке там какие-то непонятные восстания. Ну, посмотрим, что там будет. Ну, а мы пока должны пробить наш фронт. Мы здесь с очень неплохими потерями пробиваемся. Смогли мы пересечь очень важную речку, потому что по ней могла быть очень жесткая оборона. И потихоньку пробиваемся дальше. Очень важно, что мы здесь имеем авиационное преимущество. Без него мы бы вряд ли могли вообще пробиться в эти горы. Аплика Шанси наконец-таки капитулировала. Мы сможем здесь даже какие-то дивизии подопружить. И наконец-таки из этих гор выйти. Потому что эти горы, конечно, очень неприятные были. Из фокусов мы чуть-чуть взяли военных фокусов, очень приятных. И теперь, наверное, дальше будем развивать нашу струну. Единственное, стоит взять, наверное, закон о мобилизации, чтобы не тратить 150 политической власти, а еще заодно сверху получить плюс 100. Вместе с этим прорывом можно теперь начать прорыв здесь. Здесь в равнинах у нас вообще с этим проблем нету. На севере чуть похуже. Но это потому, что у нас еще не все дивизии дошли. Но в целом все тоже хорошо. Ну и, конечно, здесь мы сейчас прорвемся. И, в принципе, я думаю, цен капитулирует вот-вот, да. Города концессии хотят вступить в нашу сферу. Конечно, мы их примем. Ему нет. Только мы, кстати, с инвестицией так же делаем. Это нам утешевляет покупку ресурсов. А мы, в принципе, покупаем неплохо ресурсов у ЦАМа. У ЦАМа, точнее, как минимум. Так что это приятно. Ну и там в какой-то момент что-то будет еще получше, я думаю, наверное. Хотя, может, нет. А вот цен капитулирует. Стоит как-то с ними замириться. Пожалуй, мы будем в первую очередь целиться на северные регионы. А, мне вообще решили ничего не брать, забавно. Теперь нужно довезти эту страну. Ну и здесь уже с всеми нашими силами и всей нашей авиацией мы неплохо пробиваемся и заставляем их капитулировать. У них осталось не так много очков. Взяли мы Нанкин. Но вместе с ним, в принципе, сейчас должна падать и вся страна. Вот-вот. Буквально 3% еще. Наверное, вот этот градус мы возьмем. Сокусируем силы чуть-чуть получше. И, я думаю, будет капитуляция. А вот и оно. Просто аннексируем все территории. Самых больших гигантов Азии мы захватили. Осталось здесь несколько еще клик. Несколько генералов. Сейчас мы им тоже позанимаемся. Время тут Германия делает так себе. Германия очень давит. На этом, я думаю, сыграло то, что Италия перед войной успела объединиться. Ну и здесь, на самом деле, такая очень плотная Россия. Очень по фабрикам у нее все хорошо и по военным тоже. А здесь Австрия, наоборот. Из-за того, что она Венгрию долго ела, то она не успела отстроить себе нормальную промышленность. Ну, в Германии, понятно, промышленность более-менее хорошая. Испания... А Испания не участвует. Ну, слушайте, еще Испания может подступить. Станет чуть-чуть попроще. Но так, конечно, США вряд ли еще в ближайшее время закончит свою войну на четыре стороны. Так что, в Германии показ дела так себе. Ну, мы направляем на Кликума. Сюда, конечно же, мы не забыли подтянуть авиацию. Без проблем мы благодаря этому ее захватываем. Она там призвала Монголию. Марионет, кто так понимаю. Но сейчас мы их, собственно говоря, захватим. По фокусам мы тут готовимся к тому, чтобы нашим союзникам строить верфи, помогать. Кстати, у нас тут было решение про судьбу Китая. Я так понимаю, нам там предположат отдать все Фонтяню. Но раз оно прошло, значит, она автоматически выбрала оставить все у нас. Как можно видеть, территорию у нас. Но за это оно отняло политическую власть и стабильность. В принципе, я бы точно так же и сделал, потому что территорию я точно не хочу отдавать стране, которая даже не является нашей марионеткой. Скорее всего, которая потом захочет отделиться. Нам это точно не нужно. Проще самому все контролировать. Единственное, конечно, с оккупацией придется немножко повоевать. Ну, что поделать. А вот и кликом Асман Голи. Пали. Захватываем их. Какой тебе, господи? Отлично. Продвигаемся дальше. В США тем временем синдикалисты проиграли. Это очень неплохие новости. Они уже точно не помогут Франции. Но в целом, не знаю даже, у кого здесь преимущество. Казалось бы, у МакАртура. Он там получил синдикалистскую промышленность очень неплохую. Но по дивизиям ситуация примерно равная между ними. Единственное, скорее всего, Тихоокеанские штаты не победят. Кроме случая, если... Они очень сильно будут между собой драться, пока Тихоокеанские штаты будут заклепать дивизии. Здесь, кстати, уже перешли Рейн. Почти везде. Точнее, почти везде не перешли. Но уже на юге и на севере смогли. Так что, скорее всего, они и дальше пойдут без проблем. Посмотрим, что тут будет проходить. Может, Россия тоже давит плотно. Еще Россия правильно здесь воюет. Любопытно. Болгария, кстати, на стороне Германии воюет. Это приятно. Управляем мы дальше войну. Еще, скорее всего, да, у нас на Тибет нету казуса Белли. Придется нам самим сделать. Но здесь мы, в принципе, и так справляемся. Дальше захватываем страны. В принципе, без проблем она продвигается. Тоже. Здесь уже не осталось реальных соперников. Так что мы вот позахватим еще Тибет, Юнгань. И затем уже будем входить, наверное, захват Астазии и Ост-Индии. Потому что там очень нужны нам ресурсы. Несмотря на то, что, казалось бы, я не хотел бы, чтобы Германия еще больше ослаблялась. А захват этих стран, конечно, их ослабит. Но нас усилить нам еще больше нужно, чем ослабить Германию. Ведь казахсуха наконец-таки закончилась. И дала нам плюс 100 политической власти. Очень приятно. Но пока нам прямо сейчас некуда потратить. Но здесь инвестиции пока еще не откатились. Но здесь мы идем по фокусам войны. Получать претензии на все эти территории. И, в принципе, начинаются, наверное, уже войны. Вот она, первая страна захвачена. Какая-то космическая стоимость. Стоимость в этой провинции 517. Видимо, там у них клайм, наверное. Или что, я не знаю. Но, тем не менее. Здесь мы закончили. Здесь мы вот-вот закончим. Ну, и здесь мы тоже практически закончили, можно сказать. Вот и оно. Собственно говоря. Не хватает варскора, как обычно. Ну, ничего. В целом у нас здесь хватит буквально 2 страны. И мы вышли. Ну да, здесь уже альянс. И мы вышли на территорию Индокитая. Ну и вот оно. Мы закатываем последнюю страну здесь. И Сибет. Тоже. Предпоследнюю. И мы уже, в принципе, будем готовы делать ультиматум германской стази. Только буквально мы перед этим, конечно, даже закончим эти войны. И на всякий случай выставим здесь войска. И вот мы смогли капитулировать Тибет. И... Ага. Тут сразу так делается. Ну, нам хватит, наверное, вот так. Ну, в принципе, так мы тоже сделаем. Потому что почему бы и нет. Но это уже в следующей серии. В этой серии мы захватили весь Китай. Очень неплохо себе по ресурсам прибавили. Хотя, конечно, основных ресурсов нам все еще не хватает. Здесь нет алюминия. Здесь нет резины. Здесь мало нефти. Это мы сможем, по крайней мере, алюминия и резину. Хотя и нет, тоже найти все в Индонезии и Индокитаре. Так что именно за ними мы пойдем в следующей серии. А с вами был Добай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, как всегда. До скорых встреч. Пока.